ЖИВАЯ ПЛАНЕТА Итак, вперед! За знаниями и веселым настроением! Интересные факты про кенгуру. На сегодняшний день имеется больше 60 разновидностей этого животного. Кенгуру способны стоять на хвосте, нанося сильные удары при помощи задних лап. Детеныши кенгуру покидают сумку в 10-месячном возрасте. У кенгуру имеется острое зрение и слух. Кенгуру способны достигать максимальной скорости 56 км в час. Эти животные способны прыгнуть около 9 метров в высоту. Все виды кенгуру вынашивают своих детенышей в сумке. Оказывается, кенгуру могут прыгать только вперед. Лишь когда спадает жара, кенгуру отправляются искать себе пищу. В Австралии живет приблизительно 50 миллионов кенгуру. Самыми длинными кенгуру являются серые. Они могут иметь длину до 3 метров. Беременность самки кенгуру длится от 27 до 40 дней. Некоторые самки могут быть постоянно беременными. Кенгуру живут в среднем от 8 до 16 лет. Количество кенгуру в Австралии в 3 раза превышает численность населения этого континента. Когда это животное чувствует опасность, оно начинает бить ногами о землю. Название кенгуру дали австралийские аборигены. Только у самокенгуру имеется сумка. Уши кенгуру способны поворачиваться на 360 градусов. Кенгуру является социальным животным. Они привыкли жить группой от 10 до 100 особей. Самцы кенгуру способны заниматься сексом по 5 раз в сутки. Эмбрион кенгуру рождается размером чуть больше червяка и имеет недоразвитые органы. Затем эмбрион переползает в сумку и 6 месяцев развивается в сумке. Сосок матери заменяет пуповину. Самка кенгуру производит молоко разной жирности для разного возраста детеныша. Самка кенгуру может регулировать сроки появления на свет детеныша. Задерживать роды на нужный срок, пока другой новорожденный еще растет в сумке и не может ее покинуть. Кенгуру могут управлять своей сумкой с помощью мышц. Например, плотно закрывать сумку, чтобы туда не попала вода во время дождя. Оказывается, кенгуру мало пьет. Может обходиться без воды несколько месяцев. Это животное очень чутко спит. Самым большим кенгуру считается красный. Его вес может достигать 90 кг. В 1980 году в Австралии было разрешено употреблять в пищу мясо кенгуру. Чувствуя опасность, кенгуру может ударить так сильно, что убьет взрослого человека. Мамочке кенгуру приходится регулярно чистить свою сумку, так как детеныши кенгуру постоянно испражняются в нее. Древесный кенгуру не способный потеть. Спустя несколько дней после рождения малыша, самки кенгуру могут снова спариваться. Самки кенгуру способны определять пол будущего детеныша. Самкам кенгуру больше нравятся самцы, у которых накачанные мышцы. Кенгуру считаются самыми крупными млекопитающими, которые передвигаются при помощи прыжков. В теле кенгуру имеется всего 2% жира, поэтому благодаря употреблению их мяса в пищу, люди борются с ожирением. В Австралии существуют движения, защищающие кенгуру. Чем больше скоростью кенгуру, тем меньше сил тратит это животное. Самыми мелкими представителями рода кенгуру являются валаби. В английском языке самец, самка и детеныш кенгуру имеют разные названия. Детеныши кенгуру не имеют меха. Средний вес взрослого кенгуру достигает примерно 80 кг. Особенно развит у кенгуру инстинкт самосохранения. Оказывается, кенгуру умеют плавать. Песчаные мухи являются самыми страшными врагами кенгуру. Часто кенгуру слепнут после их нападения. Это животное без труда перепрыгнет в трехметровое ограждение. Кенгуру не боятся людей и в большинстве случаев не опасны для них. Самым знаменитым видом данного животного является красный кенгуру. Хвост кенгуру имеет длину от 30 до 110 сантиметров. Хвост этого животного часто называют пятой лапой, потому что благодаря ему животное удерживает равновесие. При помощи длинных коротких пальцев кенгуру делает себе прическу, расчесывая ими шерсть. Острые когти на лапах этого животного помогают им потрошить небольших животных. Передвигаясь, кенгуру перемещают свои лапы одновременно, но при плавании они шевелят ими независимо друг от друга. Неумение кенгуру пятиться назад поспособствовало тому, что австралийцы решили изобразить это животное на своем гербе, демонстрируя, что государство всегда движется вперед и развивается. Как оказалось, рыжие кенгуру умеют щелкать, а самки серых кенгуру подзывают детенышей звуком, похожим на кудахтанье. Оказывается, кенгуру не умеют пукать. Этому ученые нашли такое объяснение – метан в желудке перерабатывается и поглощается обратно. Западных серых кенгуру иногда называют вонючками, потому что они выделяют запах, похожий на карри. Зоологи обнаружили, что почти все кенгуру – левши. Приблизительно 86% красных кенгуру и 79% восточных серых кенгуру использовали во время приема пищи левую лапу. Квоки – пожалуй, один из самых беззащитных видов кенгуру. Они предпочитают обитать на более или менее изолированных от окружающего мира небольших территориях. И напоследок, компанией «Феста» создан бионический робот-кенгуру. При весе робота 7 кг и высоте 1 метр он может прыгнуть на 80 см по горизонтали и 40 см вверх. КОНЕЦ КОНЕЦ Какие интересные факты о кенгуру известны тебе? Напиши в комментариях. Понравился мой рассказ? Тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!